Здравствуйте! Вы смотрите сайт ЗАРАСИНФО. Сегодня мы с вами находимся возле здания бывшего клуба завода редких газов, так называемый клуб подземгаз. Вы видите в каком он сегодня состоянии, пришел в упадок, полностью разрушается. Из некоторых источников здание принадлежит какому-то донецкому предпринимателю. Но на протяжении 10 лет данное здание практически не обслуживается, и приходит в упадок, и несет угрозу жизни окружающим, взрослым и детям. Давайте ближе посмотрим в каком состоянии данное здание. Пойдемте посмотрим. Итак, идем смотрим в каком состоянии находится сегодня клуб завода редких газов, подземгаз. Вот от него остались рожки-доножки от названия. А перед входом разрушающаяся стела памятника. Здесь когда-то стоял Владимир Ильич Ленин. Сегодня его нет, как и практически уже нет, здания завода, не завода, а клуба редких газов. Только остались разрушающиеся основания. Это фасадная часть здания. Вот в таком он нынче состоянии, удручающемся клуб завода редких газов. Колонны, плитка нападает. Но это еще не самое страшное. Самое страшное, что он уже внутри полностью разрушается, валится крыша и перекрытие. В Лисичанске есть мэрия законно избранная, городской совет, депутаты, городской голова Шилин, исполком. Вот они иногда здесь проезжают, наверное закрывают глаза. И быстренько проезжают, чтобы всего этого не видеть и не признавать то, что творится в городе. Вот такая ель, замечательная, расположена возле разрушающегося здания дворца культуры, бывшего дворца культуры завода редких газов. Идем дальше смотреть. Возле разрушающегося здания клуба завода редких газов, подземгаз, был заложен парк. Парк тоже сегодня не чистится, не убирается, зарастает порослью. Так сказать, тоже превращается, уже можно сказать, в маленький лес, в дикий лес в черте города. Это фасад здания клуба редких газов, подземгаза. В таком он нынче состоянии, в упадочном. Здесь когда-то был фонтан рабочий. В детстве еще помним был, работал. Но сегодня он засыпан землей, а клумба превращена в клумбу, не работает. Рядом вот жилой дом, живут люди. С другой стороны от клуба другой жилой дом. Там вот ресторан Адриатик. Жизнь рядом кипит, а вот у подземгаза клуба жизнь не кипит. Превращается в руины. Пойдем посмотрим, что же там внутри. В каком состоянии. Клуб редких газов. Вот лестница центральная. Балясины уже разрушены. Все пришло в полное разрушение. Говорят, что хозяин данного здания находится, или неизвестно, где он сейчас находится, но сам родом из Донецка. А местные органы самоуправления не принимают никаких действий, решений, чтобы с этим зданием что-то делать. Идем внутрь здания. Здесь полное разрушение. Вот в таком состоянии. Сегодня на улице пасмурно, поэтому освещение внутри здания не очень. Но панорамку и представление в каком состоянии здания внутри мы можем иметь, видеть. Вот балясина разрушенная. Кто-то долбит металл, оставшийся внутри здания. в таком виде. Вот здесь покажем картинку страшную. Вот это все может рухнуть, обвалиться в любой момент. Рядом жилые дома. Там живут дети. И не исключено, что дети могут играть в пон своей навивности и непониманию на этой страшной заброшенной объекте. На этом страшном заброшенном объекте. Покажем, приблизимся, рискнем. Во что превратилось здание клуба завода редких газов. Вот в таком нынче все состояние страшном и ужасном, разрушенном. Напротив такое же здание без хозяина. Итак, напротив здание, которое раньше занимал военкомат, тоже с разбитыми стеклами. И никому до него нет дела. Но мы сейчас показываем, в каком состоянии клуб завода редких газов. Вот наша елочка, ель возле здания шикарная. И в таком вот состоянии клуб завода редких газов. Идем, показываем все невооруженным глазом или вооруженным глазом, камерой. В каком состоянии дворец культуры подземгаз. Уже практически он восстановлению не подлежит, а только его надо срочно, причем, подчеркиваю, очень срочно сносить, чтобы он не нес угрозу жизни окружающим, людям, детям, животным. Вот в таком состоянии крыша. Здесь, кстати, был сам зал, то есть кинотеатр. Здесь кино крутили. Сцена клуба подземгаза. И вот он в таком ужасном состоянии. Все пришло в негодность. все такое страшно ужасное. Там наверху по лестницам уже даже страшно ходить, опасно ходить. Не дай бог, чтобы сюда пришли дети, да и взрослым не рекомендуется сюда ходить. Объект повышенной, подчеркиваем, повышенной опасности. Вот так лестница. Сейчас попробуем по этой страшной лестнице спуститься. и посмотрим, что будет дальше. Объект очень опасен, подчеркиваем. Вот во что он превратился из заискателей металлолома. Вот в таком состоянии объект. здесь выход, темный, черный коридор. Это цокольная часть клуба подземгаз. Вот так она разрушается. Все вот так выглядит. ужасно и удручающе. Сейчас покажем всю картинку ужаса до конца. Итак, сегодня вам редакция сайта Зараз инфо продемонстрировала, в каком состоянии находится нынче бывший клуб завода редких газов. У нас в городе Лисичанске есть городской совет, есть городской голова Сергей Иванович Шилин, есть исполком, есть служба МЧС. Но, к сожалению, все эти органы, в том числе и правоохранители, не дают себе отчета, что это здание несет повышенную угрозу жизни. Но никто из них даже не ставит вопрос, что делать с этим зданием. Через суд вызывать предпринимателя или через правоохранительные органы и ставить вопрос о том, что это преступление. То, что в городе находится здание, которое несет угрозу жизни. Поэтому жители близлежащих домов ставьте вопрос перед мэрией, своими депутатами, от разных политических сил, чтобы они срочно принимали решение по зданию подземгаза клуба и по другим подобным зданиям. Таких зданий в городе Лисичанске очень много и мы вам еще их покажем. Одно из них мы уже показывали военкомат. Спасибо, смотрите сайт зарос.инфо. Редакция сайта зарос.инфо всегда готова вам преподносить актуальную информацию. Редактор субтитров